В конце октября 1944 года советские войска вышли к границам СССР и Норвегии, тем самым заблокировав врагу доступ к Ольскому полуострову. Бойцы Заполярье не дали немецкому командованию захватить важные стратегические пункты – Мурманский и Кировскую железную дорогу. Сегодня, спустя десятилетия, члены туристско-краеведческого клуба «Истоки» решили восстановить историю. Подробности в нашем материале. Чтобы рассказывать подрастающему поколению о войне, надо самому хорошо знать историю. Так считает Андрей Николаев, руководитель туристско-краеведческого клуба «Истоки». В преддверии годовщины Великой Победы краеведы в прямом смысле слова решили пройти по стопам бойцов Заполярье – от Наренмара до конечного пункта – Карельского фронта. Первую часть масштабного проекта «Дорогой оленной армии» прошли в феврале. На снегоходах группа успешно преодолела путь от Наренмара до деревни Рикосиха, где дислоцировались оленные подразделения. Данное мероприятие получило довольно-таки мощный резонанс, в том числе в Архангельской области, в Мурманской области. И было принято решение продолжить данный проект с целью пройти уже от деревни Рикосиха на Карельский фронт. То есть в тот район, куда уходили как раз уже готовые к участию в Великой Отечественной войне наши земляки. Автопробег по фронтовой дороге – вторая часть масштабного проекта. Он посвящен сразу нескольким памятным датам – 85-летию Ниньского округа, 70-е годовщине освобождения Советского Заполярья. Также в этом году исполнилось 25 лет поисковому движению Архангельской области. Вместе с отрядами члены окружного клуба прошли сотни километров до самой крайней точки Кольского полуострова – полуострова Рыбачий. Экспедиция работала по двум направлениям – Карельскому и Мурманскому. На Карельском направлении наша группа принимала участие в большой разведыванной экспедиции, которую проводили поисковые отряды Архангельской области. Называлась она «Кесинская операция». Это работа по поиску, обнаружению, подъему, перезахоронению останков погибших воинов. Поисковикам удалось раскопать 111 останков солдат. Представителей Ниньского округа среди них, скорее всего, нет. Из 250 человек, погибших под Мурманском, почти половина погибла в одном бою в районе озера Дракон. Одна из целей экспедиции – это поиск как раз информации по местам захоронений. То есть мы буквально фотографировали все плиты, все имена, чтобы дальше потом разбираться. То есть если смотрели, видели, что попадаются фамилии, которые встречаются здесь у нас, то мы отрабатывали все буквально захоронения. Но огромное количество захоронений безымянные. Из большой экспедиции привезено много новой информации. Возможно, часть из нее в виде имен попадет в Книгу памяти. На сегодня это единственный письменный источник, куда занесены имена фронтовиков. Привезли и много артефактов. Сейчас все предметы – каски, бронещеты, котелки, бытовые предметы и даже немецкий огнемет – готовят к экспозиции. Увидеть малую часть большой истории Великой Отечественной войны можно будет в Краеведческом музее в конце ноября. Валентина Чибичик, Александр Дуркин, Телеканал Север.